здравствуйте друзья спрашивают как я отношусь ко всяким мистическим таким сомнительным учением типа астрологии я не знаю может что там входит в этот список того скану мистический я вот может быть каббала там я там как бы тоже это мистицизм но что вам сказать значит эзотерика да значит я я вот беру классы по эзотерике пытаюсь что-то понять для себя но отношение мое такое значит я объясню исторически вот столько сколько человек существует в человеческом своем обличье да он пытается своим умом своим сознанием понять лучший мир в котором он живет и потихонечку это понимание становится все более ну как бы научным да то есть научным это значит что она не зависит от мнения там человека она объективно проверяем а это факт который не зависит ни от чего это как бы вот истина и нет абсолютные истины есть как бы процесс познания и в этом процессе познания у нас всегда что-то мы точно знаем а что-то мы не знаем но у нас есть гипотезы у нас есть какие-то версии мы пытаемся какие-то модели строить и даже если мы строим эти модели и мы знаем что эти модели например не обязательно точны но во всяком случае лучше иметь хоть какую-то модель чем например никакой модели и иногда модель помогает объяснить что-то хотя может быть даже она и не неправильная научно вот если вы с преподавателями там университетскими поговорите там где более серьезные вещи разбираются и они вам скажут что вот иногда ты может быть не не точно что-то сказал но во всяком случае все год а ну теперь понятно пойти и что-то такое проясняется хотя абсолютной истины там нет вот точного познания там нет то есть есть всегда в обществе человеческом какое-то соотношение вот науки и не науки научного знания и и не научного знания есть знание эмпирическое которое не имеет научного характера вот я например помню читал когда историю математики изучал мне понравилась очень одна хохмочка про математика геометр был такой я не помню к сожалению имен это давно все было значит такая теорема я вам своими словами так изложу значит если вы поставите на плоскость ну в данном случае напрямую поставите окружность и зафиксируйте сарду то место где окружность касается прямой вот эту точку возьмете и дальше покатите окружность да да ну скажем вправо а эта точка вас будет как карандашик она будет описывать какую-то кривулину и вот эта кривуля когда вы ее закончите когда нижняя точка снова придет в то же самое положение окружность сделает значит полный круг выясняется что площадь вот вот этой фигуры ограниченной кривулей с одной стороны и прямой линии значит снизу площадь этой фигуры в ровно в три раза больше чем площадь той окружности того круга я здесь того круга который был задействован окружность которого совершала вот это движение и как это стало известно вот некий математик который заинтересовался этим он вырезал из картона но что тогда было вместо картона это было в средние века он вырезал из бумаги плотной значит то что получается путем рисования вырезал окружность вот и взвешивал на весах то есть он увидел что вот вот эта фигура весит как три окружность и вот была такая теория значит сегодня мы легко это можем доказать особенно если мы там умеем пользоваться интегральным исчислением там совсем делать нечего там в одну строчку а тогда не было известно вот он доказывал эмпирическим путем он значит делал это вот таким образом значит это не было абсолютно точным потому что точность рисования этой кривули точность вырезания кривули ножницами или чем он там вырезал ножом равномерность бумаги в том смысле что плотность бумаги насколько она была равномерной или неравномерно там несколько столетий назад и так далее все вносило сказать свою погрешность в измерения я уже не говорю про весы мы не знаем какие там были весы насколько точно и так далее то есть могло оказаться на самом деле что там было три и может быть еще там две сотых мы не знаем то есть сегодня мы знаем потому что мы можем математически методами определить а тогда вот так определяли значит почему я говорю есть стадия на которой знания носит характер такой эмпирически больше догадки и если бы мы сегодня общались с тем ученым мы сегодняшним его бы сказали боже товарищ это же не наука вы же абсолютно вы какой-то язычник вы посмотрите что вы делаете это же позор но в то время других методов не было химия развилась из того что люди пытались решить нерешаемую задачу по синтезированию как бы но не синтезирование по извлечению золотой а может быть синтеза я не знаю как они что они себе думали но добыть золото из других веществ но в итоге мы получили химию и вот есть тоже замечательный факт в истории химии я опять имен там и годов точно не помню скажем там где-то относительно в начале девятнадцатого века там 1800 там 20 или там какой-то вот или 18 значит ученый в лабораторных условиях химик получает мочевину мочевина это продукт живого организма да откуда же матча берется по тогдашним представлениям о жизни а это были ученые у них понтов было ничуть не меньше чем у современных которые вот сегодня говорят эзотерика это там бред это астрология это чушь и так далее потому что на самом деле единственная мысль которую них сознание присутствовал и тогда и сегодня что если они с этим не согласны то это уже как бы ну как бы бессмысленное какое-то мнение никому не нужная ерунда вот если они считают так значит это научное знание а то что другие считают и с ним не согласны это уже антинаучное и вот это и тогда было и сейчас то же самое и люди говорят это был нонсенс то есть то есть все видят это можно повторить эксперимент его и так далее и год нонсенс значит то что создает живая материя а тогда считалось что не может не живая материя произвести то что производит живая это разные миры хотя они не пересекаются и вдруг на тебе в лабораторных условиях мочевину другой пример который мне приходит на память это до конца пятидесятых годов считалось что ртуть которая мы сегодня знаем страшный яд что ртуть в определенных ситуациях может использоваться в медицине ее в каких-то препаратах использовали и так далее вот в конце пятидесятых только стало известно что это яд например в сороковые в пятидесятые даже в шестидесятые годы считалось что красное мясо нужно кушать когда у тебя там проблемы с сердцем а значит потом выяснилось что нельзя и там была целая история связана именно именно с этим вопросом потому что вот та бодяга которая там возникла она в итоге привела к законодательству на основе которого существует сегодня network marketing вот так интересно журнал который опубликовал мнение о том что красное мясо вредно в то время как медицина считала это полезным значит его судили медицинские всякие органы его судили за то что она публиковала тебе эту вещь а он доказывал по судам 20 лет что он имеет право высказывать значит свое мнение и кончилось тем что суд сказал что в той мере в какой это он не претендует на то что это медицинское там заключение то он может высказывать свое мнение после этого стало возможным продавать вот всякие препараты сапплименты и всяк всякие вот эти вот вещи в той мере в какой ты не говоришь что это медицинское решение что ты не лечишь а ты симптомы может быть убираешь там и тогда я просто к чему рассказываю вот знаете что я еще помню у меня брат на 7 лет старше он году в 60 боюсь собрать пятом шестом он уже был там постарше меня я там был может быть в втором классе в третьем а он был старшеклассником и вот в этот момент как раз признали генетику а до этого она была проституткой буржуазной лженаукой и никакой там генетики значит признавать никто не хотел в ссср а вдруг признали и и я возвращаюсь снова к идеям там к идее того что есть установленный факт а есть научно установленный а есть не установленные гипотезы какие-то никакая гипотеза не станет научным фактом до тех пор пока ее не проверят и она не станет научным фактом но где же взять научный факт если не было гипотезы эти гипотеза же важно всякая теория когда предшествует на научному знанию она же она же важно поэтому возвращаясь к астрологии например астрология этот древнейшая из наук она не менее древние чем математика может быть даже более древние хотя все это вместе развивалась поэтому значит мы знаем про математику что это такая как бы именно наука сегодня она наука всего с тех пор как появилась аксиоматика в математике но это же недавно произошло ребят если мы посмотрим на математику там трехсотлетней четырехсотлетней давности какая же это вообще не наука было это смехотворно было что что это был а медицина даже сто лет назад медицина это просто я не знаю но не хочется называть профанацией но это же это было пол процента от того что мы сегодня знаем о человеке в медицинском таком понимании но и сегодняшнее медицинское понимание человека развивалась довольно продолжительно на успехах в развитии химии человека стали понимать вот как значит некоторые такой объект в котором химические реакции происходят и в этом смысле там далеко продвинулась наука но человек же не только место где химические реакции просто там еще кое-что есть пойти и эта часть она она где а давайте посмотрим вот медицина китайская вот я помню жил советском союзе на моей памяти все было все вот эти вот меридианы там эти точки иглотерапия и так далее рефлексотерапия вот и климата поставили клеймо рефлексотерапия все умерла а то что это древнейшая медицина в мире это что она людям помогает это сейчас очень хорошо видно вот например в соединенных штатах тут очень много возможностей в калифорнии где и китайцы и японцы и там так далее давайте так это что научное знание или не научное а мы должны чё заклеймить мы должны растопыриться надуть щеки и сказать мы носители знания какого-то я помню как-то высказался что люди которые там против религии выступает там и так далее они такие же верующие как те кто верит там в иисуса или там еще во что-то потому что они верят что они знают они ничего не знают их знания мизерно учебник физики 10 класса не дает естественно научной картины мира даже если к нему добавить учебник физики химии учебник биологии это ерунда все давайте это самые азы и если вы поверили что ну если вам удобно так верить древние греки древние греки были материалистами поймете но такими интуитивными вот они считали что вот так вот атомы вот от них идет но этим для этого не нужно было никакой науки они верили в то что мир материален а до них и после них довольно долго верили что идеален и тогда это не не суть важно важно то в этом во всем как мы относимся к к тому во что верят другие люди и как мы понимаем место науки или там скажем научного знания в общей системе знания в целом поэтому если мы если мы догматики по природе своей если мы зомбированы если мы верим только в одну вещь что мы и только мы являемся носителем абсолютного знания абсолютной истины абсолютной правды просто по факту того что мы это мы а не мы это они ну конечно но 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 это же к науке не имеет отношения и к религии не имеет никакого отношения и к вере не имеет никакого отношения догматизм зомбирование индок тренирования там людей и использования их злоупотребление это все вы как бы из-за из одной бочки там по-разному можно все это назвать но одним и тем же черпаком достается из одного и того же сосуда поэтому как я к этому отношусь там есть какое-то знание она не научная не сказать что научно но есть вещи которые люди чувствуют вот руками чувствуют например и вы можете сказать это субъективно это вот у него там эта функция его сознания вот сознание оно объективно оно является функцией мозга мозг это абсолютно материальная объективная вещь вот его можно померить то можно в него электроды воткнуть посмотреть как какие сигналы там проходят хотя мозг конечно абсолютно неизвученная область но значит вот то что он чувствует что это холодно или горячо это субъективно вот то что он чувствует что вот допустим или там видит ауру другого человека это у него психический процесс он на самом деле там это ауры нет вы можете так сказать но учебать я чувствую ну а вам осталось доказать что он не чувствует а это субъективно доказательства того что он этого не чувствовать нет есть только разговор о том что если вот если у тебя нет прибора который может это померить это же не значит что его нет давайте ровно сто лет назад ну 110 лет назад люди не знали о существовании радиоволны давайте не люди не знали о существовании радиоволны скажем 1905 год вот пожалуйста марконе там попов куда не нашли эти радиоволны вот о чем мы говорим не было прибора который мог показать радиоволны появился прибор нашли радиоволны вот я уже не говорю там про ядерную энергию а не говорю про какие-то сложные вещи расщепление атома о чем мы говорим радиоволны так что до того момента пока это не стало научным фактом она не является чушью она является не научной какой-то вот концепции но 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 не является чушью бредом и так далее до тех пор пока не доказано что это чушь и бред я помню знаете аргументы атеистические вот говорят если бог а бога начать рисует там он дедушка такой с бородой сидит на облаке облако на фоне голубого неба и там сидит такой дедушка и у него такой венчик вокруг головы и вот говорят а вот космонавты летали в космос и не видели там бога вот аргумент это чего научный такой аргумент что вот наука доказала космонавты летали смотрели смотрели бога не увидели это кого должно убедить это кто должен быть чтобы с таким аргументом сказать доказано что бога нет но доказать что бога нет нельзя предприятие это не доказуемо это это не научная вещь на сегодня в таком случае точно не до тех пор пока он там не пришел всем не сказал все не увидели экспериментов там не поставили приборами не окружили там и так далее значит а как сказать что его нет вы можете сказать что не доказано что есть да значит ли это что его нет нет не знать поэтому как бы сказать есть очень много больших ученых очень серьезных мыслителей и так далее которые я же не в этом что верующими были но толерантно относились к этому они понимали место науки в мире вот есть область отвоеванная наукой вот то что сегодня не научно часть из этого завтра будет научным посмотрите например на средства труда вот например человек работает но скажем ремесленник да и вот он делает что тот он скрипку делает и в той мере в какой у него нет хорошего инструмента мощного который позволяет создавать допустим одну за одной скрипки не отличающиеся практически друг от друга ну скажем отличающиеся но в рамках допуска который значит мы установили у него каждая скрипка это произведение искусства то есть что-то это наука то есть он знает что там есть клей какой-то клей это уже наука да вот мы знаем что этот клей там и держит эту скрипку мы видим форму там может быть какую-то это это наука эмпирическое мы эмпирически значит установили что так вот тут звук лучше там здесь колебания лучше тогда это можно установить и хорошо экспериментом подтвердено но есть еще уровень искусства в любом ремесле есть уровень искусства учитель есть учитель который от бога который артист там и так далее а есть учитель который не артист но если у него есть методические материалы учебные фильмы всевозможные ему сказали в каком порядке там какие задачки решать и так далее значит вот это уже отвоёвано это уже наука уже ученые доказали показали экспериментально проверили подтвердили экспериментом вот пожалуйста вот мы сегодня учим этому вот так если мы подумаем например о том в педагогике даже если мы посмотрим как раньше учили чтению я думаю встречали там вот этот вот да алфавит азы буки для буквы б веди для буквы в вот так учили алфавит как когда-то морзянку там солдаты да титут там тут 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 ути тут а там командир полка тут это командир полка вот они так вот заучивали словами а вот так буквы заучивали азбуки беде это же прочесть это нельзя вот как вы прочтете слова баба да но если будете читать буки азы буки азы вот сделаете из этого бабу но ведь так учили еще вот буквально ну что 200 лет назад так и учили это я боюсь собрать сушинского пошла вот эта вот методика может может быть они не точен недавно относительно недавно буквы стали буквами а потом уже вот где-то в 60 я боюсь 70 уже пошла новая методика я забыл автора там они буквы называли вот них а б в г д а звуком там не к не буква к а буква к эти и многие педагоги еще возмущались как же так традиция там еще что значит вдруг выясняется что вот научно опять почему научно экспериментом подтверждено что вот так дети учатся лучше там читать значит есть методика и это наука и это знание а есть человек который взял методику ремесленник можно сказать вот он взял и он этим работает и он человек искусства он добавил к этому такое что невозможно сегодня формализовать а завтра посмотрели ученые посидели сформулировали попробовали сформировали сформулировали проверили в эксперименте раздали другим людям пошло работать это то как движется человеческий прогресс общественный прогресс поэтому есть искусство есть наука вот вот и все а есть наука есть что-то такое что не наука но 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 тоже люди в это верят например почему верят люди что же не во все подряд верят значит что то есть такое что находит опыт в опыте их отражение знаете вот загробная жизнь вот умер родственник то а он к нему приходит и они беседуют но не так беседую так так вот ментально вот вроде пришла бабушка пришла мама там пришел покойный там какой то такой то вот они там присутствует но я вас уверен я как человек у которого уже родители как бы в лучшем из миров да значит я вам могу сказать что это имеет место быть и я не так космонавты не видели конечно они там летали никого не видели это правда и что это значит поэтому это не просто так суеверие это не просто так там чего-то а это находит реальное отражение в опыте людей иначе эти люди сами давным-давно бы это все отвергли оно не такое бессмысленное как может показаться так что я бы вот так сформулировал то есть мне я никак не отношусь к астрологии я никак не отношусь там к эзотерике или там к боли и так далее я считаю что если кому-то это интересно уже хорошо если это ему помогает жить это еще лучше и я не берусь судить а как бы достоверности там или нет я считаю что на субъективном уровне вот если это работает и слава богу говорят вот там чего-то она не лечит а это там спасибо эффект я расскажу если у вас что-то болеть будет и она вдруг пройдет вам пофигу плосибо это или таблетка химикат сработал когда вы берете таблетку и доктор вам дает таблетку там уже этого плосибо как я не знаю сколько вот почему доктору можно плосибо эффектом пользоваться кому-то еще нельзя я где-то читал что там чуть не 30 процентов вот такого эффекта это это от врача и от таблетки от того что он вот вот это плосибо они потому что там химикат и формула для таблетки какая это что же все присутствует поэтому что я хочу сказать спокойнее людям интересно и дай бог здоровья в той мере в какой они никого не зарезали не оскорбили не обидели а им от этого лучше уже здорово ну ну просто очень даже хорошо вот собственно и все если потихонечку по мере того как будут развиваться разные там приборы электроника сенсоры всевозможные так далее если удастся приборами уловить вот те поля сигналы я не хочу так каких-то других слов употреблять как бы мы научным таки да вот кто знал о существовании электромагнитного поля там еще совсем недавно кто знал о существовании радиоволн совсем недавно пойти а тут многие многие миллионы людей говорят потому что они что-то чувствуют и я не я не думаю что так совершенно невозможно чтобы нашелся прибор который это там поймает какой-то момент я на самом деле верю что прибор появится потому что я сам очень многие вещи сенсорно ощущаю можно сказать что я сумасшедший можно сказать что я не доучился в средней школе и так далее хотя я могу сказать я с отличие за кучу несколько учебных заведений вы там и тогда я я не менее образован технически чем скажем так 99 и девять десятых значит той аудитории который меня слушает я вас уверяю естественно научном смысле но я допускаю что есть вещи которых я не понимаю я как бы понимаю что я гораздо меньше понимать чем чем можно было бы подумать после прочтения учебника по физике и и даже вот учебника по электротехнике по электродинамике потом нелинейным там электрическим цепям там и так далее все что вы видите связи там мы изучали вот поэтому не знаю я я не хочу видеть экстремизм я не хочу видеть безапелляционных там каких-то вот заявлений я не хочу видеть когда клеймят одни люди других и так далее ерунда это все ну как бы не не низкий уровень вот вот я бы так сказал поэтому верю во что хочешь занимаешься наукой используя научные методы они спекуляции и там болтовню дешевую и так далее полно полным полно спекуляции в науке ужас что творят так что счастливы ребят я хотел как бы ответить на вопрос о моем отношении там как ненаучным наукам вот я не против пусть будут счастливы